В этом году в Сочи отремонтируют 64 дороги. 40% работ уже выполнено. В центре обновлены автомобильные дороги на улицах Конституции, Красноармейская, Несебрская, Театральная, Советская, Абрикосовая. На этот раз это не просто замена асфальтового полотна, замечает градоначальник, а ремонт по нормативам. То есть это целый комплекс мероприятий, в которые входит строительство ливневок, тротуаров, установка освещения. Разницу автовладельцы уже ощутили и на сходе граждан поблагодарили власти Сочи за проделанную работу. Такой масштабный ремонт дорог стал возможен в том числе благодаря нацпроектам, в которых участвует Сочи, отмечает Пахомов. Не менее грандиозные работы на сегодняшний день реализуются и в отрасли образования. В День знаний свои двери для тысячи школьников откроют пристройки в 82-й школе и 15-й гимназии. Новый корпус появится еще у одной школы на Макаренко, гимназии номер 6 на 1100 мест. Эта школа когда-то и была школой, но еще в советское время она была передана нашему государственному университету в Сочинске, но это институт с ГУТИК так называемый. Сейчас оно им не нужно, они нам вернули эту школу, правда в убитом состоянии, но вот за бюджет города и края мы к первому декабря этого года должны ее ввести. Мы надеемся, что в микроороне Макаренко уже в этом году достаточно будет неплохая ситуация, то есть детей по 47 человек в классах не будет. Уже железобетонно в следующем году, повторяю еще раз, железобетонно с 1 января мы начнем строить школу на Мамайке. Наконец-то нам подтвердили финансирование. Ну а благодаря нацпроекту «Экология», в том числе и в Центральном районе, будут менять водопроводную сеть, отмечает Пахомов. Обсудили сочинцы с мэром и тему самостроев. Горожан попросили быть бдительными и сообщать о сомнительном строительстве. На данный момент в городе уже снесено 11 многоквартирных домов. Благодаря вмешательству главы города на улице Чайковского приостановлено строительство 16 этажки. И тем не менее, данный участок стал спорным. Жители микрорайона Гагаринские хотят видеть на Чайковского спортплощадку, а представители сочинской епархии и верующие – православный храм. Прошли общественные слушания. Точку же в вопросе поставит опрос населения. И если решением большинства будет отдано предпочтение спортивной площадке, то власти готовы реализовать данный проект. Муниципалитет построит. Никакие нам инвесторы не нужны, потому что любой инвестор спортивного объекта, либо какого-то иного. Он все равно хочет, значит, он обязательно хочет иметь выгоду. Эта площадка передастся департаменту спорта, и мы за муниципальные деньги построим универсальную спортивную большую площадку и плоскостную парковку. Будет спортивная площадка. Жителям нравится? Будет хорошая спортивная площадка. Но без всяких парковок и без всяких инвесторов. Муниципальная, значит, доступная, свободная и так дальше. Под нашим департаментом спорта. Правильно? Ну вот и все. Обсудили с горожанами и обустройство островков безопасности во дворах жилых домов. Такие зоны будут предназначены для спецтранспорта. В первую очередь для пожарных машин. Это вопрос безопасности, подчеркивает Анатолий Пахомов. В ближайшее время работу начнет пожарная инспекция. Участие в решении вопроса должны принять и общественники.